Вчерашний день большинство фондовых рынков Тихоокеанского азиатского региона закрылись в красной зоне. Какие настроения преобладают у инвесторов сегодня? Как ведут себя валютные пары? И в ожидании каких новостей растет индекс доллара? Об этом и других событиях мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Перейдем к подробностям. Вчера американский рынок закрылся на небольших минусах. Видимо, оптимистичные данные о занятости в США уже отработаны. И теперь рынок ждет статистику по потребительским ценам в Соединенных Штатах. Эти данные будут опубликованы уже в четверг. А уже сейчас на этом фоне доходность американских облигаций поднялась почти до двухлетних вершин. И скорее всего этот рост продолжится. А такая ситуация подпитывает спрос на американскую валюту и дает ей силы для роста. Масло в огонь подливают и усиливавшиеся ожидания агрессивного подхода ФРС США к повышению процентной ставки. Поэтому в ходе сегодняшних торгов доллар пусть и очень незначительно, но все же дорожает к евро, иене и австралийцу. Индекс доллара USDX, который отображает положение американца к шести основным мировым валютам, можно сказать, топчется на месте уже три дня. Сейчас его цена достигла уровня 95.71, а предполагаемый диапазон торгов будет проходить между уровнями 95.20 по нижней границе и 95.80 по верхней границе. Японский фондовый рынок закрылся вчера на 0,7% ниже из-за слабой экономической статистики за декабрь. В годовом исчислении упали и декабрьские денежные доходы, и доходы от труда, и расходы домашних хозяйств. На фоне голубиной риторики Банка Японии и создавшейся экономической картины пара USDJPY упорно продолжает бороться с сопротивлением, причем уже третий день подряд. Однако технические индикаторы сигнализируют об возможном откате. И в таком случае котировки USDJPY могут уйти с текущих уровней в сторону диапазона между уровнями 114.50 и 114.60. Там, напомним, цена увязла в январе, и в случае же поворота к росту цене USDJPY необходимо очень основательно закрепиться выше сигнального уровня 115.53. Только тогда курс пары имеет шансы на дальнейший рост в район 117.17. На актуальном графике восходящий импульс пока в силе и достиг отметки 115.45. Однако пара USDJPY очень чувствительна к падению фондовых индексов, так что она вполне может уйти в боковой диапазон между уровнями 114.30 и 115.40 и задержаться там на неделю или, возможно, даже еще дольше. Австралийский фондовый индекс также уменьшился на 0,1% на фоне неоднозначной статистики. С одной стороны, новости о возобновлении международных поездок после двух лет закрытых границ добавили оптимизма австралийскому доллару. Но с другой стороны, в Австралии за месяц на 4,4% упали объемы розничных продаж. Однако в четвертом квартале продажи выросли на рекордные 8,2% за счет низкой базы после падения на 4,4% в предыдущие три месяца. Поэтому ситуация по австралийскому доллару на сегодняшнее утро выглядит неоднозначно, так как оптимистичные данные по рынку труда в США подорвали американский доллар, и это оказало некоторую поддержку его паре с австралийцем. Цена пары AUDUSD развернулась в рост от уровня 0,7065, причем технический индикатор двигался с ней синхронно вверх. Далее в случае продолжения роста первой целью пары станет уровень 0,7190, второй – 0,7227 и третий – 0,7291. В диапазоне между 0,7190 и 0,7227 цена AUDUSD может задержаться. Если цель 0,7291 будет отработана, от нее, вероятно, может начаться коррекция. Однако на актуальном торговом графике, как мы видим, цена AUDUSD пока достигла всего лишь отметки 0,7125. Сегодня американец, как мы говорили раньше, усилился по индексу и в корзине валютных пар, пока перевешивает все же на свою сторону. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Мы внимательно следим за ситуацией на рынках и передаем вам актуальную информацию и аналитику. Ждем ваших вопросов и комментариев, а наши эксперты будут рады на них ответить. Спасибо вам за внимание. Увидимся через пару часов. Субтитры сделал DimaTorzok